Это у нас в Чукче были смешные люди, а после того, как Абрамович возглавил Чукотку, они стали чуть ли не божителями. Врачом я себя не видел совсем. Вроде бы нам разрешено работать, ну, еще на светской работе, если это надо для пропитания семей, но бывают странные сочетания, конечно. Вот врач – это, в принципе, тоже образ жизни, это не профессия. Ну, гений, просто гений, пьяный, трезвый, он делает операцию. Я думал, что я врача позвал, а у нас философ. Владислав Анатольевич, мы вас представляем как христианина, как врача, который верует во Христа. Мы можем говорить в Бога, но мы говорим во Христа. Поэтому у нас вот к вам такой вопрос, мы задаем его всем гостям, которые к нам приходят, их несколько. Вот вы верите в Бога. Ваш Бог, он кто? Каким вы представляете своего Бога? Себе, вот тот, с кем вы общаетесь, кто он такой? Иисус Христос. Что это такое для вас? Какой он? Какой он? Это очень такой личный вопрос, но тем не менее. Для меня это идеал. Идеал вообще, в принципе? Вообще, в принципе. Вообще, в принципе. Потому что у меня есть еще один вопрос, кто является для вас авторитетом. Вопрос, он более имеет, наверное, отношение к светскому пространству. Но вы можете на него, может быть, вы ответите сразу и так, и так? То есть одинаково на оба эти вопроса? Потому что это очень важно. Да, я отвечу одинаково. Вот. Обычно люди, которые меня окружали, даже близкие, говорили в качестве такого некого, некой претензии ко мне, что у меня нет авторитетов. Наверное, вот в каком-то смысле, может быть, их и нет, потому что авторитет для меня находится за грани, так сказать, моего круга общения, будем так говорить. Хотя я очень многих людей уважаю, и это не мешает мне преклоняться перед некоторыми чертами некоторых людей, пытаться брать с них пример. А вот если светский человек вас спросил бы так в ответ на это, а вам не кажется, что это немножко такой идеал, который лежит за гранью человеческих возможностей? Ну, замечательно, что Бог – это твой идеал, на которого ты равняешься. Но это вот… Абсолютно верно. Достижим ли это? Правомерно ли, но я сейчас говорю с понятием материалиста, правомерно ли брать себе за идеал то, что недостижимо с точки зрения неверующего человека? Не просто правомерно, а это единственное правильное. Идеал должен быть недостижимым. Он должен лежать за гранью. Я думал, что я врача позвал, а у нас философ. Ну, спросите меня что-нибудь про медицину, я с удовольствием отвечу. Это просто к разносторонности. Хорошо, хорошо. Вот это вот неожиданно, видите, какой ответ. Я не ожидал. Результаты хирургической операции тоже не достижим. И практики об этом знали. Вы больше вот… Серьезно? Конечно. То есть не может быть идеальной операцией? Нет. Она может быть близка к идеалу, но идеальной она не будет. Подожди. Я из практики вам говорю. Нет. А, нет, она не может быть, я понимаю, но она не может быть идеальной по определению, потому что то, что Бог… Ты не можешь сделать того же, что сделал Бог. Правда? Ты можешь… Наверное, по определению. Но на самом деле, когда уже ты в определенный возраст прожил, и знаешь, у тебя есть такое богатство, как опыт, ты понимаешь, что просто из опыта не может быть стопроцентного результата. Даже из опыта ты это знаешь опытным путем. Хотя в книжках, конечно, когда ты учишься, когда ты студент, ты понимаешь, как это должно быть. На практике чуть-чуть всегда. Чуть-чуть что-то не так, может быть. Опять ничего не получается, как в этом анекдоте про Чупчу, да, помнишь? Помню. Да. Это про хирурга. Про хирурга, да. Про хирургу, Чупчу, да? Про хирургу, Чупчу, ну, конечно. Ну, правда, на самом деле, это просто про хирургу. Про Чупчу не знаю. А, просто про хирургу. Не хочу видеть прекрасную народность. Ну, сейчас уже не важно. Так много анекдотов про хирургу. Нет, это поколение уже мало что понимает. Мало. Про чупчу, это у нас чупчи были смешные люди. А после того, как Абрамович возглавил Чукотку, они стали чуть ли не божителями. Шутка. Сейчас смешно смеяться над чупчами. Да, смешно, когда ты смеешься над чупчей. Смешно, какой больной человек пожилой. Видно у него какой-то свой юмор. Хорошо, это я просто пытаюсь разводить, потому что мне очень нравятся ответы Владислава Анатольевича. И они для меня неожиданные. Хорошо, тогда, может быть, тогда некая, ну что ли, визитная карточка. А ты кто? Ты как себя определяешь? Есть ли у тебя определение самого себя? Ну, мне сложно определить самого себя, потому что определить что-либо, да, это положить какие-то пределы. Я могу описать самого себя, как я себя видел бы со стороны, определить, наверное, не смогу, потому что, ну и душа человеческая, она как и, простите, опять философия, да, но она беспредельная. То есть определить это значит положить чему-либо пределам. Невозможно положить пределы, там, человеческой души человеку, как такового, ну, с моей точки зрения. Можно описать. Ну, вот тебя спросили, кто ты, кто ты такой, что бы ты сказал? Ну, человек. Человек. Да, я тебя очень горжусь. Ну, это очень, это очень широко. Это очень широко. Я согласен. Можно описать кто-то по профессии, кто-то по отношению, как ты ведешь себя по отношению к другим людям, например. Все какие-то писательные характеристики. Нет, я бы себя видел как врач, например. Это, наверное, центр моей жизни. Ну, вот, ну вот, ну вот, в понятии врач, я знаю точно, совершенно, что ты человек безотказный. То есть тебе позвонил в любое время и ночь, и многие люди этим пользуются. Вот это врач, врач для тебя, это главная составляющая? В слову врач. Прости, что мы так перескакиваем. Это человек, который, ну, дает исцеление, то есть дает человеку то, на что он надеется. Или это вот больше нечто, что должно в себя включать подвиг? Да, я понял. Врач – это образ жизни. Так вот, когда я учился в Венцинской академии, у нас впервые на четвертом курсе от одного из профессоров-хирургов услышал, что хирургия – это образ жизни, это не профессия. Вот врач – это, в принципе, тоже образ жизни, это не профессия. То есть ты не можешь с 9 до 18 быть врачом, а с 18 до 9 не быть врачом. То есть это, ну, надо понимать, что, когда становишься доктором, ты можешь не вылечить людей, но стараться ты обязан. Потому что исцеление человека – это лежит не только в руках врача, это еще лежит в руках больного, в руках Всевышнего. То есть это служение, как священническое служение? Это, конечно, врач служения. Скажи, пожалуйста, а вот, например, там мне мама говорила в детстве, что есть несколько таких мужских профессий – учитель, врач, ну, по священникам мы не говорим, это особая история. Ну вот, и вот это вот служение. Или у каждого человеческого занятия, в основе каждого человеческого занятия должен лежать принцип служения? Ну, мне трудно говорить за другие профессии. Опять же, со стороны могу посмотреть. Я сказал так однозначно в отношении профессии врача. Но мне кажется, дух служения должен присутствовать везде. у человека. Нормального человека. Ну да, просто я про это, я про это, да, прости. Да, прости. И вот этот дух служения, он не мешает никакой профессии, ну, кроме там, откровенно неприемлемых с нравственной точки зрения, он не мешает ни одной профессии. Быть хорошим профессионалом, специалистом, свое дело. Меня просто слово служение очень волнует, потому что я считаю, что это ключевое слово для исправления ситуации, например, вот в нашем Отечестве, да, потому что люди потеряли этот принцип служения, чему бы то ни было, Отечеству, людям, и говорят, мы хотим за свой труд получать определенную мзду. Если мы ее получаем, значит, наш труд оценен по достоинству. Если мы не получаем ее, то значит, нас недооценивают, это бессмысленно. А принцип служения, он подразумевает под собой, в том числе, но это все-таки такой христианский, да, большой смысл, некой бескорыстности, да, делай, что должен, и будь, что будет. Верно. Здесь служение можно понимать, ну, как бы двояко, будем так говорить, да. Первое, это когда ты делаешь все безвозмездно, и это служение как бы и по форме, и по сути, но все люди должны кормить свои семьи, мужчины, женщины, то есть это совершенно естественно, и служение для них можно быть в том числе, и когда они получают за свою работу какую-то благодарность, с денежным эквивалентом или еще в каком-то, то есть одно другому на самом деле не мешает, и не мешает. Не мешает, только помогает. И каждый труд, ну, вообще, конечно, каждый труд должен быть оплачен, но это должен, в первую очередь, понимать не тот человек, который этот труд производит, а тот человек, который этим трудом пользуется. И в этом отличие, может быть, такого христианской идеологии от марксистской, конкретно, да, когда, значит, есть разница между тем, чтобы требовать, чтобы что-то, тебе дали, вот, и требовать того, чтобы дать самому что-либо другому человеку, который для тебя потрудился. Как бы, как бы, я совмещаю это в один вопрос, их два, как бы и где бы ты хотел бы умереть, вот встретить смерть? Как ты, ты думал об этом когда-нибудь, представляешь ты себе? Ты видел смерть наверняка, как врач, там уже как военный врач, ты видел смерть наверняка, и понимаешь, в этом больше, чем мы все, я думаю, вместе взятые, ну, как христианин, как христианин, я отвечу на этот вопрос, потому что по-другому, ответственно, этот вопрос, наверное, невозможно. Невозможно, да, таким образом и поставлен. Я бы хотел, чтобы сам милостивый Господь определил для меня по своей милости так, как это должно произойти. Но все-таки у тебя есть какой-то образ? Ну, вот ты, вот этот стакан воды тебе подаст кто-то, кругом стоял. Есть известный анекдот. Внуки есть, я по анекдотам, да, понятно, что пить не хочется, да, но все-таки нет? Нет. В монастыре, ну, например, там, знаешь, вот. Я же ехал откровенно, это очень-то все образы, поэтому я откровенно. У тебя нет образа, нет у тебя образа, не думаешь, что о смерти. Нет, о смерти я думаю как раз. Часто думаешь о смерти? Часто, в последнее время. Я взрослею. Я думаю о том, что я оставлю после себя. Ну, и так далее, все, что вокруг вот этого. Но не о том, как это произойдет и что там. Нет, но я почему так акцентирую этот вопрос, потому что вот отцы говорят, в конце жизни мы сдаем экзамен на будущую жизнь. Я понимаю, что не все люди, безусловно, это тоже для меня вопрос очень важный. Может быть, ты как врач ответишь на него. Да, я думаю, так и будем идти поступательно, что я тереблю этот телефон ненавистный. Вот, например, для меня вопрос. Есть люди, которые не доживают до момента своей смерти в здравом рассудке. Это замечательно, это определенный дар, встретить смерть в ясном сознании, быть готовым к ней. Это смерть праведника в каком смысле. Как быть человеку? Я когда-нибудь об этом думал, я об этом думал, но ответа на этот вопрос у меня нет, потому что у меня вообще нет ответов на многие вопросы, связанные со смертью. То есть, это на самом деле вещь, которая лежит за. нам кажется, что смерть, она лежит в той части, которая называется жизнью, а на самом деле смерть, вот так, да, бывает, ничего страшного. А смерть, это то, что лежит уже за гранью жизни, поэтому у нас нет, у нас и не должно быть ответа на этот вопрос. Поэтому я разделяю вашу точку зрения, что у меня тоже на некоторые вопросы нет ответов. И это нормально. А как ты считаешь, что если человек приходит в церковь и говорит, вы должны иметь ответы на все вопросы, вы же церковь? А мы им говорим, вот мы не знаем совсем ничего. Я последнее время говорю, что меня спрашивают, батюшка, а что это значит, вот это вот духовно нам растолкует тебя? Говорит, слушайте, я ничего не знаю. Говорит, вы что, батюшка, не учились там? Я говорю, я ничего не знаю, простите, оставьте меня, пожалуйста, в покое. Я ничего не знаю, ничего не могу вам сказать. Как же? Говорит, а как мне, у меня вот, у меня страсть чревоугодия, как мне с ней бороться? Я говорю, я не знаю, как вам бороться со страничкой выводе не ешьте ничего не не знаю не могу это это в этом моя усталость или это честно так я прости что я тебя как врача спрошу не как психиатра конечно это это конечно честно и я тоже всегда честно отвечаю что допустим не знаю там или нет ответа на этот вопрос у меня ищите более мудрого ты человека любишь вот так вот принципе как человека твое отношение к людям это вопрос исповедальный но тем не менее можно сказать вот я могу сказать что я это очень громко прозвучит на что я люблю люблю людей это не моя заслуга это не мой труд это скорее может какая-то данность по-разному можно использовать тебя благое разделяешь да я тоже люблю людей но они стоят того чтобы их чтобы их любили за что мы за что мы любим людей чтобы поставил во главу угла ну понятно что мы как христиане пытаемся любить людей как бог их любит понимание через это но да прости наша задача ну мне кажется любого человека который видит перед собой другого человека это найти в нем доброе они зло и видеть первую очередь в нем добрые соответственно каком-то смысле образ божий у меня есть одна такая присказка которыми когда-то давным-давно сказал один еще помню священник когда он не был даже епископ он сказал знаешь чем отличается петух от проверяющего петух проверяющий есть ищет в зерне дерьмо а петух в дерьме зерно в этом смысле нам нужно постараться популяризировать да я сегодня хочу с вами поделиться своей мудростью невероятной я вспомнил прости иногда вот еду я сегодня туда-сюда в пробках ездил думаю меня спросят а я ехал на лекцию и думаю меня спросишь такой человек можете дать определение человека ну вот как вы как вы себе это представляете что это такое вообще такое что такое для чего это мне показалось что я придумал очень красиво наверняка это кто-то говорил уже я так придумал что человек это часть целого без которой нет целого чай перемудрил да мне понравилось ну то есть нет ты можешь нет это унизительно в том смысле что человек я вот и себя от нет ты часть целого да но этого целого без тебя нет понятно непонятно все же непонятно хорошо изучали курс формальной логики часть целого без которой не целого но может я только начал мне же надо пойти мне запретил духовноте статье учиться и поэтому я необразованный хорошо слав дорогой мой сколько ты приблизительно сделал операции за свою жизнь но я последние годы не оперирую к сожалению но очень много оперировал молодости то есть когда становился хирургом я была какая-то направленность определенная я занимался неотложной хирургии и абдоминальной хирургии как частью не отложены все подряд все подряд и где-то с 22 лет будучи уже на пятом курсе академии я ушел работать учиться вернее работать в институт скорой помощи в питере институт скорой помощи имени джина лица такой есть но это головное учреждение в санкт-петербурге по оказанию неотложной хирургической помощи и практически там стал хирургом за несколько лет и там очень много ну не знаю трудно посчитать но ассистенции было тысячи наверное операции но может самостоятельных несколько сотен у тебя не умирали люди так вот под ножом под нет а как это вообще вот как это вот разрезание заслуга хирурга когда пациент не умирает я понимаю далее заслуга анестезиолога астана связиолога я понимаю просто как грубые ошибки время операции могут грубые ошибки могут привести к смерти мы стали или тяжелое состояние пациента изначально когда как это резать вот нас никак не когда не новая я вот не готовлю но я вот даже мне вот какую-то курицу там разрезает это профессия это никак не как-то нейтрально работа то есть вот ты никто не понимает что то есть ты не задумываешься в этот момент что там это я не понимаю не тех кто боится не звезду кайф от этого испытываю что я знаю тех и тех кто кайф испытывает одессе такие прям в их прям да но они не думают что это вот мария ивановна там это не хотел переходить на описание таких но личность само собой нет я имею ввиду даже не женщина это мужчина просто конкретно что есть хирурги которые особенно на этапе становления они считают что нужно набраться практики хирургической это самые опасные люди у меня один из учителей уже покой не говорил так что настоящий хирург это тот кто долго наблюдал пациента и вовремя отказался от оперативного вмешательства вот это настоящий хирург еще по-другому перефразить это фразу что лучшая операция это не сделанная операция как и самая лучшая битва это битва которая не состоялась хорошо а прости у меня был какой-то вопрос очень важный я прям это меня сбил вот кто же про про операцию про 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 операцию а ты когда эти перерывал людей которые бы были тебе но по-человечески может быть я не будет там друга врага вот ну или или ты или это не акций но к тебе попадает на операционный стол человек ну представим себе да я просто близки близкие как и в плюсе так близки так и в минусе да ну близких минусе у меня таких нет постараюсь не держать за может в молодости были там-то а близких в плюсе у нас есть в хирургии есть такой обычай я думаю что разделяется не всеми школами наверное но мы никогда не присутствуем на операциях наших родственников близких людей даже не присутствует да ну то есть это просто как некий то есть есть только безысходная ситуация где-то в антарктиде там или еще где-то а если ты но условно говоря у тебя в больнице 2 хирурга ты какой-то хирург который да да я говорю если ситуация нет я понимаю нет нет и какой-то хирург который тоже хирург но не такой хороший как ты и ты доверишь ему а сам уйдешь там оперировать близкого тебе нет чего это это безысходная ситуация то есть ты ты не обидишь его тем что скажешь прости но ты не такой хороший хирург как я я скажу по-другому я скажу давай ты будешь период я тебе помогу это собственно было в моей практике понятно ну то есть то есть уже поняв в работе по станешь понятно то есть ты можешь его сам еще хотел прооперировать не направит мой однокашнику чеха мы служили же в гарнизоне очень хотел прооперировать и вот я понимаю что в общем я эту тему будем так или знаю лучше чем он имею больше опыт я просто одну хорошо ты оперировать я тебе помогу потом время операции мы поменялись но это было как бы не обидно вот искал гарнизон и мне подумалось я потом дам еще возможность естественно всем задать себе вопроса но я хочу все-таки дойти до сути которых мне интересно очень а вот можно делать операцию в условиях когда у тебя нет ничего не не в условиях прям вот операционной а в каком-то так что у тебя под рукой ничего и вот и все там нож у тебя не знаю лес да ты ты можешь принципе можно это сделать определяется этого сообразности ситуации то есть надо взвесить необходимость вмешательства и риск его проведения путем ума сопоставить их и понять что были рискован оставить пациенты без операции или сделать операцию но я сразу говорю в таких ситуациях когда мне нужно было про перед в лесу у меня не слава богу и вообще себе плохо это представляет я вообще себя плохо представляю в лесу я ну и в лесу конечно в лесу да но это все обстоятельства в лесу но это какой-то лес такой дружелюбный лес такой какой-то да да клятва клятва гиппократа она по-прежнему действенна для врачей или вот эти наши все такие лихие годы и мамон на вся это все это сожрала все всю эту клятву она дается по-прежнему выпускниками да конечно дается обещание врача россии сейчас но когда я вот выпускался девяносто пятом году это было обещание врача россии я думаю сейчас точно такая же дает такое же обещание она в принципе перефразирует клятву гиппократа так или иначе но к ней относится врачи как клятвы или они просто относятся к этому как не трудно сказать за других вот я сразу скажу я не знаю кто каждый из тех кто давал эту клятву как как он переживает сам но я думаю что в общем и целом люди конечно понимают что они но я думаю что удерживает от всех тех вещей которые написаны там клятвы удерживает совесть которого у каждого своя нежели вот эти слова произнесены при выписке из медицинского вуза я просто у нас на у нас например есть символ веры да и символ веры входит в ежедневное правило молитвенное плюс литургия не данное обещание не то что не входит в один раз то есть вы то есть вы не должны его нет ну естественно что если даешь клятву присягнут один раз то что даты и удал а вот ты ее несешь ты от нижней отказываешься то есть стой тихо у нас у нас ребят есть только одно уточнение что у нас будет микрофон потому что потом для записи до нет такого не было нет когда собирается консилиум врачей он для того и собирается чтобы определить это коллегиальное решение но обязательно к выполнению она обязательно к выполнению это хорошо потому что иначе многие бы и хирурги из той категории который я говорю три минуты тому назад невзирая на решение консилиума брали бы на себя неоправный риск оперировать а есть такое прости что вот когда я просто знаю это мы с этим очень много сталкиваться кашка ко мне очень много людей приходят за благословением была бачка быстро на операцию как поступить надо делать не надо и все это постоянно проходит через нас через священников и я знаю что человек приходит хирургу и как правило ответ всегда резать в 95 процентах случаев а к терапевту так не давайте мы попробуем это правда что хирурги предпочитают резать чем разбирать но не то что разбираться а вот это все это все к той категории хирургов которые нет нет если но было поверь мне что это что это что это сплошь и рядом если был бы я хирургом я бы не жалея сил руки-ноги отрезал бы людям пользу приносит таких советских стишков как раз перефразирует лишь действительно такое есть вы знаете что удивительная последние лет десять слышу о европейской медицине разникает совершенно вещи вот например вот в германии там если ты условно говоря у нас подвихнул ногу это пришел к травматологу и тебе там сделают артероскопию еще что-то в германии много шансов сразу получить пересадку коленного сустава потому что страховая все это оплачивает там целый конвейер идет к слову они медицине в германии который очень уважают там и так далее но вот этот момент про оперировать к сожалению когда за этим стоят финансовые потоки определенные то здесь ложная мотивация у хирурга возникает для того чтобы оперировать здесь кроме внутреннего ступора такого не правильно склонни ступора а внутреннего ограничителя под названием там по разному совесть нравственность там какие-то понимания вещах которые можно за которые нельзя больше ничего не остановит я понимаю чего вы говорите вот меня это эти хирурги раздражали бы так же как терапевты которые упорно лечат болезнь там годами которые в течение там двух дней вылечиваться элементарным хирургическим терапевтием не шест все-таки нет терапевтов я очень люблю терапевтов я люблю терапевтов хорошее название у меня был один тоже профессор хирург говори маньяк хирург это я не но просто была была такая расхожая фраза одного известного ученого советского вот который читать то что у тебя в микрофон который приписывается фраза если увидишь терапевта ну типа хирурга увидел терапевта к его ногой вот эту более ужасного вообще вот я честно говоря не слышал вот вы к таку кощульственного отношения к коллеге к своему но это вот среди некоторых хирург прям вот слышал я это часто и в и в насмешку и не в насмешку вот я всегда к терапевту бы относился более чем дружелюбно хирург это перешли терапевты просто сказал один из моих преподавателей в юности а я слышал как терапевты часто говорят что гомеопатов надо сжигать на кострах и такие люди тоже я от своих уважаемых мною коллег там и однокашников тоже это слышу вот но это происходит просто от незнания тема вот и все не более того то есть нежелание разобраться поглубже мы получаем все традиционное медицинское образование соответственно нам кажется когда мы пускаемся в двадцать три-двадцать четыре года что все что лежит за гранью полученную образование все ерунда шамане шамане а потом жизнь начинает расставлять все по своим местам в головах но умных людей дураки так и остаются просить за они как шаблон наделите шор вот они вот так вот и смотрят всю жизнь в них у меня гомеопатии отношения на скажу пожалуйста как ты считаешь вот у тебя же есть теперь свои клиники уже и ты принимаешь работу врачей но и вообще как я понимаю у тебя кругозор в этом смысле очень широкий квалификация врачебная ну вот уровень образованности врачей подготовки врачей упал по сравнению с советским периодом общий я понимаю что не очень хорошо я имею ввиду просто ну проблематику да вы знаете все говорят что падает но я думаю что это субъективное расприятие тех людей которые сами становятся умнее с годами и когда вот ему было 25 он смотрел там на тех кто там поступал в медицинский вуз ему казалось вот там значит такие то да когда тебе 45 это там уже профессор и тебе кажется у ничего не знает а на самом деле могу сказать что сегодня что-то учится наверное также тут на дочь свою смотрю как она учится ну то есть если так учится все то это в среднем лучше чем когда я учился если честно а то что то что медицина меняется и то что врачу проще закидать человека таблетками не лечить причину заболевания лечить вот следствие убрать симптоматику этого больше чем действительно попытки врача глубоко но все все говорят вот была раньше школа советская когда разбирались подробно исследовали причину находили и вот лечили ее они просто у тебя температура на тебе таблетку и иди были сожалению это стало чаще и здесь злую шутку сыграли стандарты введение стандартов оказания медицинской помощи и главное требование к их неукосительному выполнению с одной стороны это правильно оберегает от каких-то нелепых ошибок юного дарования но зрелого врача это выключает в нем клиническое мышление как будто он обязан он поставил диагноз он обязан прописать то 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 даже если не согласен чем частная клиника лучше вот эту все не требуют своих врачей чтобы они соблюдали с моей точки зрения ошибочно введенные протоколы лечения некоторых заболеваний то можно говорить под запись или да но я не буду говорить какие потом я конечно каждому могу сказать отдельно я это не скрываю все надо под запись но ошибки вы знаете медицина полна ошибок если посмотреть историю развития медицины историю развития там фармакологии то просто диву даешься как некоторыми препаратами печали пытались лечить болезни причем в широком масштабе который совершенно как выяснить потом этим препаратом не лечится не лечились сплошь и рядом вопрос вам как-то ушли совсем медицину и забыли что мы так и про христа начали хирургия или медицина точная наука ну ясно что она очень условно точно ты сказал что не бывает идеальной операции чудо вот божественное вмешательство да я почему вспоминаю святитель луку воина ясенецкого да когда ему помнишь космонавты сказали что мы летали космос бога не видели он я тоже разрезаю там душу тоже не видел но именно в момент то есть вмешательство бога в медицинский процесс процесс лечения человека она как-то ощущается врачами или или вот просто я понимаю что ты смотришь на вещи по-другому может быть ты видел эти вещи но я очень больше общаюсь с врачами которые видят что врачей но не большинство но нет встречающихся они в общем ну не то чтобы агностики но они материалисты конечно и они не обсуждают это чудо ну вчера вот были в одного замечательного прекрасного врача да я не даром его спросила вот вопрос верно будет конечно все человеческой веры зависит плаце бы там туда-сюда но этот его ответ он тоже был очень материалистичным он он не говорил о чуде он его не предусматривали материальный мир можно от расти до реальный мир он создан богом и я например в этом мире материальном я вижу постоянное божественное участие я его чувствую то что материалисты они называют просто они немножко их жалко они называют эти происходящие материальные вещи как-то они видят его их вне бога а я вижу всегда даже когда вот просто человек ко мне приходит я вижу это не какое-то поймите правильно зрение там я вижу никто не видит а я вижу просто я общаюсь с человеком я понимаю чем он действительно болеет чем страдает на что жалко что он действительно его на самом деле беспокоит и в этом плане я всегда вижу но стараюсь смотреть на человека как проходящего некий путь через болезнь через выздоровление ведь болезни посылаются и люди заболевают далеко не случайно и не всегда болезнь поймите правильно может крамольно с из уст врача это прозвучит но не всегда болезнь это зло часто болезнь это благо которое человек отводит от чего-то худшего но могу приободрить все что не убивает на сделать нас сильнее как вы знаете вот я не соглашусь этого конечно шутка я недавно это прочитала меня точно убедила что человек да то что не убивает на самом деле не делает нас сильнее она очень сильно нас ранит и управляет нажимаем просто когда вы же ближает нашу кончину разобрать не убиваются сильней когда человек чуть не до сильнее на нас не все-таки выживаешь ну все да ох ты перевали или дать вернуть жить еще долго на самом деле нет нет еще живешь и помер вопросы так а и оттуда из глубин на этого роботизированного американского канала стал вот есть вопрос а что тебя у тебя была какая-то мечта или это почему-то пошел но это такой вопрос но я обещал на не искренне отвечать когда мне было 10 лет умерла моя мама и последним ее желанием было то чтобы я стал врачом поэтому с тех пор я стал думать у меня в роду не было никого врачей я совершенно к 17 годам не понимал что вообще я понимал что я должен исполнить воли мама но врачом я себя не видел совсем и где-то на третьем курсе я понял что это единственная профессия которую бы я хотел который мне подходил вот так такой был у меня понимание наступило вот поэтому а хирургии я стал заниматься с первого курса но просто силу того что я считал что вообще надо медицина всей заниматься и курса до 5 я не мог принять решение какую специальность выброс пушный раз все я проходил цикл по инфекционным болезням записывался в кружок по гематологии то есть и параллельно продолжал дежурить хирургической клинике а потом в конце подошел к человеку который для меня был авторитетом по крайне мере в отношении того спросить его как вот вы думаете какая специальность мне больше подойдет ли он сказал по твоему как бы психотип по твоему складу я думаю что хирургия тебе подходит больше я сказал окей пошел уже работаю скорой помощи на хирургическую кафедру и как-то все очень быстро 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 получилось попал хорошим учителям быстро стал оперировать о я не буду спрашивать почему ты перестал оперировать и пошел не буду задавать вопрос мне кажется это не неправильно а вот ты знаешь врачей которые бы ну вот есть есть некий термин такой выгорание ты знаешь людей которые отказались ушли вы от этого может быть испугались или или каким-то еще причинам медицины или именно из медицины не хирурги вообще чтобы люди уходили знаю из медицины и хирурги нет а какие причины ну допустим анастезиолог очень тяжелая специальность это сделал до дури шевер и руки рук ты наслаждаешься в хорошем смысле это слово результатом твоего труда когда выходишь из операционного ощущение что ты гору сдвину что ты что-то сделал действительно анастезиолог в этом плане у него более тяжелой профессии потому что он по сути дела во первых он отвечает за жизнь пациента от момента дачи наркоза до момента вывода пациента из наркоза то есть это полное ответственность за жизнь пациента не хирург он отвечает вот во вторых он как бы в отличие от нас он не видит плодов своего труда в том смысле в котором видим и когда вы снимаем швы и пациент выписывается анастезиологов видел выгоравших ну хирурги тоже бывает но наверное но среди моим окружен таких не было а врачи которые ушли бы например в священники конечно да да продолжали оставаться врачами значит вот я знаю шевченко который помнишь чтобы который был миссия так и думаешь прости я просто ну да но там сложно и для видишь это человек разносторонний заставить человека и про великий импровизатор даже поэтому неудивленностью я так он и по моему оперировал до недавнего времени у него у него самого он болен уже несколько лет на тяжело он оперировал конечно он там и служила и переживал ну то есть 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 такие примеры но это пример но вот юлья лишь пожалуй самый яркий из моих знакомых это единственный пример которого так и остался и там где там врачебная практика врач это конечно профессии на всю жизнь поэтому понятно что врач остается врачом вот и будучи священником там или архиереем знают это и таких тоже бывших врачей вот но заниматься медицинской практикой и быть священческим служением заниматься там такого светит лука это это было то время когда и архиереев не было и профессоров было мало ну да если нет если есть здорово не странные сочетания не буду сейчас называть своих собратьев но есть странное сочетание при том что вроде бы нам разрешено работать но еще на светской работе если это это надо для пропитания семей но бывают странное сочетание конечно ну ладно это я так скажите пожалуйста ну как сообщество решили идти к себе надо понять кто такой человек он для себя да и что ну кто ты если на вопрос вначале он человек да а что для вас какие все такие качества основные да подкладываются в это понятие и которые у вас да например сейчас уже имеются мечтать это ценностью и что может быть ваша ваша практика я если правильно понял вы хотите описать некоторые характеристики вот человека которые мне были бы близки которые бы я цель хорошо вот я я понял ваш вопрос но это первое все конечно умение любить других людей это важно для любого человека для врача это просто необходим потому что противном случае получается как в известном анекдоте когда врач спрашивает другого как тебя дела тот отвечает все хорошо только больные мешают работать второе это качество наверное это умение быть верным человеку преданным верным другим верным богу верным другим людям верным данному тобой слово менее с искренней добротой и чистосердечно относиться к другому человеку любовь любовь это ее определить невозможно потому что это такое всеобъемлющее понять опять же при определить пределы положить невозможно там понять просто можно описывать вот я описываю уметь терпеть очень важно уметь прощать уметь понимать другого человека уметь искренне интересоваться его жизнью если ты хочешь помочь например ну такие ответственность испытывать за другого человека очень важно особенно за тех кого кто нуждается твоей заботе в ответственность вот такие понятия у вас есть симпатия антипатия к пациентам если есть антипатия то как вы с этим справляетесь бывает это бывает редко но это бывает у всех это когда ты понимаешь что ты к тебе пришли не за советом не за помощью для того чтобы ты помог вы лишила по каким-то другим причинам или за чем-то другим вот тогда бывает ощущение это не антипатия на бывает ощущение зря бесцельно потраченного времени когда ты понимаешь что человек ищет чего-то другого на себе каких своих удовольствий каких-то вот просто поговорить что называется как в том анекдоте печаль не просто поговорить не поговорил со мной исцелил и все врачебным как с этим бороться как с любыми своими недостатками это же возникает на почве твоих собственных каких-то недостатков когда тебе что-то не нравится покопайся в себе какова в этом причина в другом человеке причем найти легко если все других искать причину ты никогда не найдешь в себе себе ничего полезного не сделаешь бывает конечно мы все то у всех а вот к примеру если бы у тебя в столе оказывается человека ты знаешь что ты спасешь ему жизнь а он погубит после этого множество жизни и ты знаешь это точно совершенно практика не знаю пророк тебе пришел ты получил точное извещение и у тебя вот и занес руку знаешь как этот ангел над исаком и думаешь я могу спасти я понимаю что ты из серии фильмов по знаешь про джеймса бонда но тем не менее вот могу спасти миллионы людей и да или буду или буду делать до конца там пусть бог разбирается можно отвечу как вот я хочу ответить конечно да не прямо на ваш вопрос а до одно духовное лицо когда-то научил медалами такой совет никогда не решай задачи в сослагательном наклонении и с тех пор я этого не делаю каждая конкретно жизненная ситуация ставит тебя всегда перед каким-то конкретным выбором не пытайся сделать выбор заранее такой ред не пытайся сделать выбор заранее вопрос еще есть такой смежный я понял ваш вопрос я из опыта к сожалению не могу сказать потому что я не выгорел до сих пор я бывает смертельно устаю то есть почти что совсем от слова но не выгораю пред поэтому я из своего опыта дать такой ответ не могу тут надо бы спросить у человека который вот который выгорел потому что такие люди есть спросить как но скорее всего они вам не ответить потому что они могли то есть они не прошли через это не победили я не знаю я не боролся с этим вот в чем дело то есть у меня не было такого такой проблемы а те люди опять же которые это надо спросить те которые успешно поборолись а мы их не знаем потому что ну то есть они до сих пор работают и им надо знать этот вопрос просто я через это не проходил скажи пожалуйста можно я они давай давай как металка не забыть спасибо перед операция очень часто короткую молитву читал во время операции никогда после операции очень редко к сожалению как и все люди гораздо реже благодарят чем просят увы это так во время операции никогда во время операции я был всегда сосредоточен на операции помолись и делай дело нет я в я понял нет когда что-то не получается ты пытаешься решить проблему которая не получается даже помолился перед этим чушь это только у священника счастливое служение ты все время молишься что ты не делал все работают есть время для молитв как я рассуждаю для себя есть время для молитвы имя для труда ну да я возьмите пожалуйста работают этого человека вот сантехника он православный я не нужен православный сантехник хороший хороший сантехник мне православный сантехник какой угодно мне сантехник нужен а не православный сантехник то что он православный значит он хорошо исполняет свои обязанности тут чья-то рука была у меня был вопрос спроси пока я это не забыл вот у тебя частная клиника на 2 там я не знаю сколько вот я прихожу в частную клинику просто не получаю за то что я плачу деньги вот сам принцип частных это действительно лучше чем ты попал в больницу это другой прием это другая квалификация врачей что я что я получая я знаю поговорку прекрасную что лечиться даром это даром лечиться я согласен но просто вот вот все зависит от врача можно получить абсолютно бестолковую консультацию в частной клинике и можно получить очень качественно государственной клинике все зависит от уровня профессионализма ну и порядочности будем то понимать то есть то есть мы платим в общем за кота в коммерческой клинике предполагается что ты платишь за качество и за то есть за профессионализм и определенном смысле этого слова сервис а если не получаешь на я понимаю это как вид плохо как вид коридор это плохо нет плохо понятно а что один надо в эту клинику один и на других хорошо как надо вообще вести здоровый образ жизни здоровье в порядке спасибо за редко на послала богу скажет на то не получается вопроса вот по поводу лечения людей людей сейчас наблюдаются часто что есть помню которые какого конкретного человека ну типически рассказывают историю всех и все собирают свои деньги на него и его вылечат и получается такая тенденция что одни люди решают что я буду искать наиболее лучшие места чтобы вылечить какую-то надежную больницу и ломятся во все двери вы знаете так очень тяжелый вопрос потому что один общий путь нарисовать для разных людей с разными болезнями разных возрастов наверно невозможно вот кто ищет тот находит это так но в то же время я часто сталкивался с беганием от врача к врачу и вот хуже чем вычисление среднего арифметического 5 скажем разнополярных мнений трудно себе что-то придумать тут один недавно сказал экономисту хуже это без плана очень плохо да но наличие двух планов вместо одного это еще хуже чем отсутствие плана так и здесь поэтому я не знаю здесь это тоже задача такая то есть вопрос такой сослагательном наклонении здесь нет однозначного ответа на вопрос который вы то есть сказать вот алгоритм решения стучись во все двери тебе откроет бывает человек приходит и сразу попадает на профессионалы сразу получать правильное решение зачем тогда искать что-то еще я правильно понял ваш вопрос или вы хотели что-то еще я просто была на время ситуации с моим отцом когда он попал в больницу, его лечили от одной болезни, оказалось что лечили неправильно, неправильно повторяли ягодность и в итоге по опозданию вот, то есть в этой ситуации я не пробил трудно активности и то чтобы как-то еще поспрашивать, узнавать, а правильно просто понадеялся на отредной болицы но понимаете как здесь мы все проходим в жизни через потерю близких это во-первых это всегда больно всегда лично и всегда тебе кажется что ты мог сделать что-то лучше на самом деле объективно надо понимать что это не так может быть это было лучше из того чтобы может быть было бы еще что-то более худшее понимаете поэтому как говорится здесь в этой ситуации задним умом не совсем правильно думать но опять же это каждая ситуация конкретно а если она личная каждый из нас теряет там родители близких людей это всегда больно и всегда я подчеркиваю там то есть у меня уже нет ни папа ни мамы папа у меня недавно умер я вот честно говоря долго думал над тем что я мог сделать еще где я неправильно поступил это нормальные мысли для любого человека который теряет близких а можно я спрошу прости пока я не забыл я один раз общался с ну в европе есть такая не дворянская элита но элита богатых людей то есть сверх богатые люди которые при этом достаточно культурные и это не как но новые риши такие это состояние которые уже прошли через определенные поколения и это женщина которую большом возрасте и прекрасно себя чувствовала мы за обедом она говорит вот у меня подруга у нее рак и естественно мы отправляем ее в америку нас она сама живет в швейцарии полгода полгода она живет на сардинии и она как мы отправляем его в америке то что у нас если рак то обязательно доехать в америку нас в европе нет никаких клиник ну а если сердце то в америку только в такую-то клинику и все то есть вопрос закрыт она готовит там вы не про хотели отправить это вот история я понимаю то это речь там идет о миллиардных состояниях просто вот это у нас да то есть если рак то надо ехать в германию в такую клинику если у тебя сердце то надо ну если эти какие-то серьезные то что все о чем вы сергей какие-то истории такие прям вот не думать не искать бросать если какая-то серьезная история то сразу ехать туда то есть мы смотрим на этот запад оказывается что они меня тогда это очень удивило много лет назад был разговор они готовы нас в европе швейцарии вообще нет никаких клиник германии где-то все утопия нет вот рад такая-то американская клиника именно такая но я еще раз повторяюсь а сердце вот такая вот как ты к этому относишься как ни к ним неправильным шаблоном у меня есть один из моих коллег тоже один из друзей у него родился ребенок с пороком определенном развитии вот но имея возможности все это как раз по его профессии непосредственно то есть в этой же области заболевания и он поехал в швейцарии в одну из известных клиник которые в этом в этой области специализируется в которой шеф клиники ему сказал лучше всего это эти операции сделать двух местах вашем томске еще в каком-то город в российской федерации вернуться сюда и сделать здесь это просто вот как пример разрушение таких шаблонов есть действительно специалисты с с набитой рукой там то есть как там где система уже налажена вся у нас проблема в россии только в одном он но не только в одном пути правильно сказал проблема в отсутствии системы в германии есть система ты попадаешь вот как на лыжи встал на эту лыжню и на лыжах покатился вот у нас допустим что же сама онкологии ну что говорить далеко не везде отлаженная система лечения отношения к этим пациентам то есть ну масса недостатков я не хочу сейчас и перечислять тем более что конечно онкологи наши со мной поспорят сказать что я тут говорю а вот еще прости мне рассказываю но говорит это я не забуду это это я не забуду что изменилось в вашем отношении или мотивации профессии с тех пор как вы пришли знаете в этом плане мне повезло у меня бабушка была верующая она меня верю воспитывала ну поэтому богу я собственно пришел с детства поэтому это по советское время будущее вот история как они рассказывали не буду говорить про какую известную раковую у нас клинику там два хирурга у нас один говорит такой прям вот он все знает такой достаточно молодой и он такой скрупулезный все он 25 образованием среду уже квалификацию потрясающий хирург профессионал такой а второй год ничего это алкаш в уходе не поешь он пьяный нетрезвый он давно уже работает но гений просто гений пьяк трезвый он делает операцию это вот я просто сравнение все хотят попасть к этому не к этому который умные начитанные там в очках и все аккуратно режут я так показал как им-то и обеду я не резал никогда или к тому который непонятно он придет там это что это талант гений это как нормально это нормально народ пустому колодцу народ не идет нет нет но просто вот это вот либо дано либо не дано вот у меня из моего опыта среди моих учителей были эти эти и так и так да я могу сказать что те которые вот по второму варианту они были действительно ну то что говорить талантливые люди талантливые 10 рука легкая все оперировали блестяще у них и учился всему не только не только но старался плохому не учиться плохого не учить скажи пожалуйста не просто у нас есть такая история когда кажется отца валерья накречет когда стоят старец и ученик но это на самом деле были конкретные люди не буду говорить и смотрят как исповедуются люди два священника на исповеди стоят к одному стоит огромная очередь а ко второму немного людей и ученик спрашивает у старца он говорит это потому что один добрый а другой строгий такой злой быть не это потому что одному дано а второму не дано можно так сказать да но тем не менее потому что они хорошо допустим перед не потому что не пьют да естественно вот а просто это вот такой психотип да то есть так вот человек но пить нельзя скажи да ну до операции нет нет вообще вообще хотя я знаю одних академиков у них тоже уже нету которые ну я не считаю что это правильно которые выпивали до операции но это вообще в нашей среде там где я учился хирурги это было строго запрещено это не просто было запрещено это считалось постыдным что наиболее важно чем запретить потому что может запрещать все что угодно но если в обществе где ты работаешь стыдно выпить на дежурстве тут и этого никогда не сделаешь вот это вот эта школа это вот это имеет очень большое значение именно ввести это в ранг постыдного дела выпить на дежурстве видишь я это из театральной среды поэтому я с детства знаю за кулисами что большие метры уже ушедшие а может быть и те кто те кто сейчас не берем сейчас уже нет таких метров но они тех какого я помню у кого вырос на руках они уже все у них стояла рюмочка и перед выходом на сцену они выходили несколько раз и входили они без этого вообще на сцену не выходили но это другая история немножко там ответ да здесь хирурги которые выходят в операционную как на сцену конечно но не дай бог нет не дай бог поэтому из артистов больше уходит церковь людей чем из врачей ты просто не что человек живет веры это все были подводки слава это вот наконец-то мы добрались до сути директор ланцета сказал что около 50 процентов всех статей которые публикуют журнал это фейки